Ежегодно Республиканский Минздрав проводит диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. Медики осматривают их на дому. Вместе со специалистами на прием отправилась и наша съемочная группа. Не волнуйтесь, нас много, хорошо? Ничего, ничего, проходи. Самостоятельно открывает двери и встречает гостей. В то, что ему 92, поверить сложно. Идрис Хангаревич находится в отличной физической форме. Один из секретов раскрываем прямо в коридоре. В углу рядом с тростью стоят палки для ходьбы. Самое действенное – это ходить ежедневно 3-4 километра пешком и немножко заниматься спортом. Я очень тихо хожу, когда километра полтора, два, когда и четыре. Но регулярно сейчас решил ходить. Другой секрет – регулярное общение с врачами. Ухо не болело, не текло? Ну, где нет, сейчас – ничего вроде. Проверили зрение, измерили давление, сделали электрокардиограмму и забрали кровь на анализ. Вот такая поликлиника на дому. Диспансеризацию ветеранов войны проводят каждый год. Кроме этого, при необходимости любой ветеран в любое время при появлении каких-либо жалоб может быть осмотрен нашими специалистами в тот же день в течение двух часов. У нас их 21 человек. И они все, ведь участники войны, знают своего участкового врача, который непосредственно отвечает за метаобслуживание этого человека. Наталья Солдатова – терапевт Идриса Хангареевича. Историю его войны она знает, как и историю его болезни. На войну попал в 45-м на Дальний Восток. Служил мотористом на мином тральщике. Одна мина, если ее вовремя не обезвредить, то есть мы работали до темна, чтобы закончить эти дела. Был случай, что один корабль подорвался у нас. И весь личный состав не стал его. О победе узнал Новосибирске. Все с гармошками, все пляшут на вокзале. Мы никуда не ходили. Песни поют, веселые, обнимаются. Ну же день победы. Ветеран не пропустил ни одну годовщину Великой Победы. Не станет исключением и завтрашний праздник. Благо, здоровье позволяет. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.